Мужчина в силу своей странной природы не может жить без проблем. Если мужчина не решает какие-то задачи в течение жизни, он хереет, увядает. Бог все продумал и все предусмотрел. Он создал для мужчины специальную сущность, которая создает для него проблемы, и назвал ее женщиной. Это очень мужской праздник, уже практически никто не отмечает. А женские по-прежнему остаются глобальным празднеством для нас. Сегодня в Альберно-Сумском рынке 8 марта. Вместе с нами, разумеется. Послушай, я подготовил серьезную умную читку по поводу 8 марта, по поводу женского предназначения. Ну и так далее, и так далее. По поводу того, что для нас, работников искусства, любой праздник – это труд, прежде всего. И тут ты всю концепцию мне ломаешь. Ну, прости, Олеж, но для нас это ведь тоже праздник. Поэтому я рада, что моя работа может приносить праздник всегда. Мы решили совместить приятное с полезным. Не знаю, он приятный или полезный, я сейчас думаю. Ну, то есть, все, что мы сегодня увидим, это в том числе твой подарок самой себе, да? Ну и подарок всем женщин, на самом деле. Между прочим, 8 марта придумали коммунистические женщины. Это коммунистический праздник. Его, кстати, отменяют, к сожалению. Тоже отменяют? Да. Но знаете, я не сильно расстроюсь, потому что у меня 7 и 8 – один подарок. Мне как-то это, понимаете, немножко… Как ты 8 марта проводишь? Ну, я вообще-то хотел сделать сюрприз, жене. Но так как ты уже хочешь, чтобы я на всю страну рассказал, что я буду делать. Встать пораньше, приготовить завтрак. Завтрак. Я думаю, это будет что-то изысканное, что-нибудь с французской кухней. Буквально только-только запели какие-то там первые соловьи, мотнулся за тюльпанами, и они уже стоят на кухне, расцветают. Взял маленькое перышко и немножко пощекотал жену по ножке очаровательной. Доброе утро, любимая, с праздником у тебя. И это будет только начало. Вы согласны с тем, что женщина необходима мужчине для того, чтобы он не расслаблялся? Конечно. Чтобы он не прекращался вообще в ничто? Конечно, конечно. Тем более девушка, она стимулирует мужчину на достижения, для того, чтобы он старался, зарабатывал деньги для нее. Ну, ты же все равно рассчитываешь на подарки от мужчин? Каждая женщина, сколько бы она ни кричала, о нет, нет, мне ничего не надо, конечно надо. Надо, девочки, надо. И не надо обманывать себя в первую очередь. Все мы хотим цветов, массу подарков, внимания, чтобы вот так нас на ручках носили, туда-сюда, туда-сюда, чтобы возюхались вот это с нами. Это все нам надо, поэтому не обманывайте себя, дорогие мужчины, не ведитесь на все, что мы вам говорим. Вы же знаете, что женщина это такое странное существо, не побоюсь этого слова. Вот, мы иногда говорим не совсем то, что думаем. Чем статуснее мужчина, тем больше в жизни у него женщин, тем кошмарнее этот день. 8 марта. Скоро же 8 марта отменят? Нет, мы надеемся, что нет, нет. Ну, по-моему, это просто так говорят. Наверное, это всего лишь... Ну, он же устарел этот праздник, он устарел. Он устарел, нет, ну как это? Все равно мы будем это отмечать. Женский день, женщины достойны внимания, достойны цветов, достойны подарков, хотя бы один раз в год. Они же мерзавки, ждут этот день, ждут. Две бабушки настрапалили этих женщин, теперь они уже сколько там, Роза и Клара, Роза и Клара, да, вы знаете, Роза и Клара настрапалили наших женщин. И некоторых женщин во всем мире, а может быть и во всем мире, и может быть еще другие планеты, скорее всего, чтобы дома. Девочки, если вы любите Ирину Билок так же, как ее любим мы, а не любить ее невозможно, это народная артистка Украины, то попросите этот подарок мужчины вам на заметку, купите два билета, сделайте приятное женщине, она будет любить вас еще сильнее. 25 марта приходите к нам обязательно, мы порадуем вас.